МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 74 заболевших. Эпид-обстановка в регионе ухудшается. Два новых жилых многоквартирных дома и яслица в центре города. Глава региона проверил темпы их строительства. Уголовные дела по резонансным преступлениям, направленным на Ренмарский городской суд. Владимир Путин провел традиционную прямую линию с гражданами России. В этом году на прямую линию главы государства поступило более полутора миллионов вопросов. Ожидаемо, что в начале эфира, который длился более трех часов, президент Российской Федерации, ответил на вопросы, касающиеся вакцинации населения от коронавируса. В частности, он выразил свое отношение к тому, какой должна быть вакцинация от ковида в нашей стране – добровольной или обязательной. Поэтому поводу мнения среди граждан расходятся. Десять регионов заявили об обязательной вакцинации 60% отдельных категорий населения. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон с 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным. И вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции вот в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты не поддержали, депутаты Государственной Думы. Поэтому в этот раздел национального плана вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Владимир Путин также сообщил, что сам вакцинировался от коронавирусной инфекции. В Ниньском округе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение от COVID-19 в настоящее время получают 74 человека. Еще 229 человек контактных состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. На лечение с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 64 человека. Еще у 10 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследования методом ИФА. В общей сумме в настоящее время на лечение в регионе находится 74 человека. Из них стационарное лечение получает 25 человек, амбулаторное – 49. Все амбулаторные больные получают лекарства бесплатно. Ухудшающаяся эпид-обстановка в округе в связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусной инфекции вызвала большой спрос у населения на вакцинацию. По субботам в городской и районных поликлиниках медики прививают жителей округа без предварительной записи. Минувшую субботу в связи с большим наплывом желающих вакцинироваться, профильным ведомствам были привлечены дополнительные силы среднего медперсонала и врачей. Прививку получили все. Следует отметить, что Ниньский округ занимает третье место в стране по уровню вакцинации. В регионе прививку от COVID-19 сделали уже порядка 10 700 человек. Активно прививаются и люди старше 60 лет. По этому показателю округ находится на четвертом месте среди субъектов Российской Федерации. Хочу сказать, что для наших жителей мы создаем максимально комфортный режим вакцинации. У нас есть мобильная бригада, которая при необходимости может приехать и вакцинировать жителей на дому. У нас открыта возможность электронной записи, возможность записи по телефону. То есть все желающие могут абсолютно свободно вакцинироваться. Напомним, в округе продолжается режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо находиться в масках. Всю необходимую информацию можно получить, позвонив по короткому номеру горячей линии 122. Глава региона вместе со специалистами проверил этапы строительства двух жилых домов на Оренмаре и социального объекта, строящегося в центре города. Елизавета Кабанова продолжит. Первый объект – многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Пырерка и Полярная. По словам Али Алиханова, директора компании «Верса-М», объект будет готов к сдаче в сентябре 2021 года. Дом рассчитан на 41 квартиру. Юрий Бездудный отметил, что место для возведения здесь жилого дома удачное. Детский сад, поликлиника – все социальные объекты в шаговой доступности. В настоящее время строителям осталось завершить внутреннюю отделку и благоустройство придомовой территории, застеклить балконы и обеспечить квартиры электричеством. «Егостанция сказала, что мы сделали закупку, а 15 числа июля они готовы будут уходить на объект и подключать уже по схеме». «И подключать по постоянной схеме». «Да, мы за прошлой неделе приняли отчистового отдела, соответственно, у нас осталось два этапа. Это разрешение на год, благоустройство и передача квартир. Данная работа планируем, чтобы подрядчик завершит физически вместе с подключением наших ресурсно-набжиающих организаций в течение июля-начало августа. После этого подается документ на разрешение на год. И надеюсь, что если всё в сроки привозят и устанавливают, то в сентябрь мы готовы будем принимать уже сам дом, полноценное готовое время». Далее глава региона отправился к дому на пересечение улиц Октябрьской и Пионерской. «В этом доме 65 квартир, 18 из них – однокомнатные. Их планируется передать детям-сиротам». «Здесь также завершена чистовая отделка. Подрядчик – общество с ограниченной ответственностью опора. Все квартиры снабжены пожарными гидрантами и котелками. Благодаря последнему жители смогут контролировать температуру нагрева воды, что существенно улучшит комфорт жизни. В ближайшее время дом будет готов к заселению». «Вам осталось детскую площадку, спортивное ядро и всё. И вы готовы уже сдавать?» Последним объектом, который посетил глава региона, стал Яслисад номер два, который строится в самом центре города за зданием мэрии. Будущее дошкольное учреждение рассчитано на 60 мест. Представитель комиссии «Строюниверсал» Иван Агапитов в разговоре с губернатором объяснил, чем сейчас занимаются строители и на каком этапе находятся работы. Стены детского сада будут утеплены пеноплексом, слой которого составит 200 мм, что, по словам Ивана Агапитова, сделает помещение очень тёплым. «Иван, выбирайте сейчас объективно. Объективно, с небольшим, с нашим отставанием мы себе планировали, что мы уже начнём кладку в июне месяце. Но вот начнём кладку с опознанием на две недели. Наверстаем, это чисто наши планы. Мы можем количеством людей на объекте. Да, мы наверстаем. Мы сейчас просто другую технологию. Мы хотели полностью перекрыться и начать кладку. Но мы сделаем сейчас. Мы частично перекрываемся и ускоряемся. Пойдём вот таким образом». Даже несмотря на то, что работы в детском саду немного отстают от графика, количество строителей и полярный день позволят наверстать отставание. «В целом я поездкой удовлетворён. Но самое главное удовлетворение связано с тем, что вот эти два дома, которые мы сдаём, уже осенью мы сможем вручить ключи от квартиры жителям нашего округа. Это самое главное удовлетворение. «В том числе и детям-сиротам». «В том числе и детям-сиротам. Там есть однокомнатные квартиры, которые вполне подходят детям-сиротам». Строительство жилых и социальных объектов находится под постоянным контролем лично губернатора Ненецкого автономного округа. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Срок действия квалифицированных электронных подписей, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. С этого же периода на Федеральную налоговую службу России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Для обеспечения бесшовного перехода от платных соответствующей безвозмездной услуги по выпуску электронной подписи с 1 июля текущего года получить ее можно во всех территориальных налоговых службах. «Выбрать инспекцию налогоплательщикам можно самостоятельно, то есть это производится на территории всей России, и воспользоваться при этом услугами сайта Федеральной налоговой службы и, соответственно, записаться онлайн на прием. Кто может обратиться за предоставлением подписи? Это водостыряющий центр Федеральной налоговой службы, это юридическое лицо, которое имеет право действовать без доверенности, это индивидуальные предприниматели и это нотариусы». Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо предоставить паспорт с НИЛС и УСБИ-носитель, который должен быть сертифицирован ФСБ России или Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. «Приобрести носитель для записи ключевой информации можно у дистрибьюторов-производителей или в специализированных интернет-магазинах. подготовить и направить заявление с 1 июля 2021 года для выпуска квалифицированного сертификата также можно через личный кабинет физического лица на сайте в сервисе «Жизненная ситуация». Для удобства и повышения качества оказания услуг гражданам в налоговом органе откроют отдельный кабинет, где будет выдаваться сертификат электронной подписи. Расширенная диспансеризация населения стартует уже 1 июля. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян для установления группы здоровья каждому жителю страны. Подробнее о механизме проведения их категории граждан, попадающих под диспансеризацию, в материале моей коллеги Катрин Тайбарей. В сегодняшней реальности поддерживать свое здоровье особенно важно. Поэтому медицинские учреждения настоятельно рекомендуют пройти расширенную диспансеризацию, в ходе которой каждому жителю округа будет присвоена группа здоровья. Если будут выявлены хронические заболевания, и пациенту будет необходим постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Подробнее о механизме проведения диспансеризации нам рассказали в Центральной районе поликлиники Заполярного района. Пациент записывается к нам на прием. Он может записаться как по номеру телефона. У нас есть определенный телефон нашего кабинета. Через госуслуги и через участкового терапевта. Терапевты направляют, они приходят сюда. И мы здесь направляем их на анализы и проводим исследования, которые мы можем провести в данном кабинете. И дальше мы направляем их по врачам, терапевтам. И уже терапевта, они идут на второй этап диспансеризации, но это уже по показаниям. Для жителей сел округа существуют некоторые трудности в прохождении диспансеризации. В основном они связаны с нехваткой специалистов на участках. У нас в настоящее время отсутствует лаборант. Ставочка вакантная, заменить неким. И также в нашей амбулатории, согласно штатного расписания, есть только врач общей практики, фельдшер и медсестры. Врачей-специалистов, таких как кулист, невролог, кардиолог, таких врачей у нас нет. Тем не менее, у жителей поселка Красное ежегодно есть возможность пройти медицинский осмотр. Диспансеризацию мы проводим ежегодно в период посещения нашего поселка передвижным медицинским отрядом. Передвижной медицинский отряд в этом году у нас приезжает в конце августа, начало сентября будет работать, и второй раз приедет в декабре. Месяц это специально для оленеводческих хозяйств. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, быть прикрепленным к медицинскому учреждению и обратиться туда для прохождения диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. После 40 лет по новым правилам – ежегодно. Оповещением категории граждан, подходящих под диспансеризацию, занимаются работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшие полис обязательного медицинского страхования. Для прохождения диспансеризации выделяется оплачиваемый выходной день. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сотрудники УМВД России по Нинскому автономному округу раскрыли ряд серьезных уголовных дел, материалы которых переданы на рассмотрение в суд. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. На территории города Наринмара сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. Мужчина обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности, предусмотрен статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. В совокупности собранных доказательств вина мужчины доказана полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Также сотрудниками следственного отдела был раскрыт факт присвоения жителям Республики Башкортостан товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной из организаций округа. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина обвиняется по статье 160, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Ущерб возмещен путем изъявления похищенного имущества. В совокупности собраны доказательств вина мужчины доказана. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Также следствием был доказан факт хищения стройматериалов одной из организаций города на сумму почти 2 миллиона рублей. Мужчина обвиняется по статье 158, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, который относится к категории тяжких преступлений, из-за которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Ущерб возмещен полностью путем изъятия похищенного имущества. В совокупности собраны доказательства вина мужчины доказана полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Все уголовные дела направлены на рассмотрение в Наринмарский городской суд. Решение по ним еще не вынесено. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Пенсионный фонд России с 1 июля начнет принимать заявление на два новых пособия семьям. Новые ежемесячные пособия будут предоставлены женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Данная выплата составит 11 711 рублей. Что касается второй выплаты, то она предоставляется родителям, воспитывающим в одиночку детей от 8 до 16 лет. В регионе будут выплачивать 11 607 рублей. Важные условия получения выплат – размер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Внимание волонтер! Пустозерский музей приглашает добровольцев по 17 лет и старше в полевой лагерь для подготовки объектов городища Пустозерск к туристическому сезону. Организаторы гарантируют обеспечение туристическим снаряжением, питанием, одеждой и всем необходимым. От волонтеров требуется желание помогать, любовь к путешествиям и энтузиазм. Подробнее в материале Катрины Тайбарей. Музей-заповедник Пустозерск приглашает волонтеров принять участие в эколого-краеведческом палаточном лагере в Пустозерске. В рамках программы в этом году добровольцы будут готовить экскурсионные маршруты к туристическому сезону и вести наблюдения за природой под руководством научных сотрудников. Уже ставший традиционным, волонтерский лагерь пройдет с 16 по 30 июля на территории Пустозерского музея-заповедника. Выезд добровольцев в подобные лагеря практикуются еще с 1997 года. С 2010 года мероприятие проводят ежегодно. В рамках этого волонтерского лагеря, конечно, волонтеры нам очень хорошо помогают. Помогают нам убирать территорию, благоустраивать туристические экскурсионные маршруты, помогают в изучении территории, изучении природы, ну и делают очень много хороших, полезных дел. Ну и взамен наши волонтеры получают, конечно, возможность, во-первых, побывать в Пустозерске, потому что так, так скажем, проблематично попасть. Потом мы проводим все экскурсии, показываем все, что можно, все, что могут посмотреть волонтеры. Ну и, как бы, так, может быть, волосы, волонтеры проникают вообще там в такие потаенные места, где обыкновенные экскурсанты, обыкновенные жители Нейтмара, как бы, не могут туда добраться. Финансирование палаточного лагеря проводится за счет средств, предусмотренных в региональной программе молодежь Нейнского автономного округа. В этом году в Пустозерск с волонтерами отправится для проведения научных работ орнитолог. В этом году планируется, что у нас приедет орнитолог, который изучает хищных птиц, но и поэтому волонтеры смогут принять участие, как бы, помочь в работе по изучению орнитофауны окрестностей Пустозерска. Ну, то есть, будет уж такая интересная познавательная программа. В настоящее время в команду набрали шесть человек. Это постоянные участники палаточного лагеря – друзья заповедника. Еще шестерых активных жителей округа приглашают пополнить ряды волонтеров музея-заповедника. По всем интересующим вопросам можно обратиться непосредственно в Пустозерский музей. Катрина Тайборей, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.